Иконы, крест! Испаси блажен души наши! Благодарим Тебя в исполнении заповедей, как Ты говоришь через Своих верных апостолов. Благодарим Тебя, Господи, за то, что святые эти мужи сохранили Слова Твоя и пронесли их по всему миру. Благодарим, Господи, что благословил Ты всю вселенную услышать Слова Твоя. Помоги, Господи, нам быть в числе этих людей, которые несут семя Слова Твоего и садят его, поливают его. Ты же сам, Господи, возрасти, что можно. Благослови тех, кто еще не до конца с Тобой, тех, кто не познал Тебя из наших родных и близких. Какими, Господи, Ты знаешь сам, путями приведи их к познанию истин Твоих евангельских. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Благослови Господь, нас не близко. Аминь. Евангелие от Матфея, 5 глава, 46 стих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Наклони вот сюда, на Евангелие. Ага, все. Ибо есть ли вы? Нашел? Да нет, я телефон просто забыл достать. У меня там Библия просто. Ааа. Да. А можно вот на его завет дать. Пускай следит. Да нет, мне так проще. Я по телефону как-то больше. Евангелие от Матфея, 5 глава, 46 стих. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. Толкование. Вострепещем. Мы не походим и на мытарей, если ненавидим и любящих нас. Вот еще даже как бывает. Ненавидим тех, которые нас любят. Сын, мать ненавидит. Бывает, что... Скорее бы она... Сын. Открыть. Вот возьми, вот здесь вот, считай. У тебя нету этого, не блядь. Вот это. 5, 46. Так, это... Сначала прочитай, пожалуйста, 42 стиха. 43. 43. 43-го. 43-го. 43-й, 45-й стихи. Вы слышали, что сказано. Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вот мы тут остановились на добродетелях и насчитали 9 добродетелей. Степени добродетелей. Добродетель одна. Кто добродетель, понимаешь, что такое добродетель? Говорит добродетель. А добродетель... Да. Доброе дело, да, само слово за себя уже... Добродетель это одно из слов, которые переводят само, ты переводишь само себя. Доброделание. Доброделание добра. Добродетель. Делание добра. Благовестие. Добрая весть. Доброе слово. Благовестие. Благовестие. Благая, благая. Что такое благое? Благое, ну, хорошее. Хорошее, доброе. Доброе. Хорошее это слово, ну, что человеку хорошо, мне хорошо, приятно, то есть. Добро человеку делается. Но это добро от Бога, вот в чем смысл-то весь. Добро может в том плане, в неспасительном тебе сделать и сатана. И есть такая пословица. Добрыми делами устелим путь в ад. А? Есть, да. Есть? Да. Слышали все, а что так говорят? Почему? А вот почему. Гитлер пришел к власти. И в стране плохо, голодно. Как сделать так, чтобы всех накормить? Доброе дело всех накормить? Голодные. Да. А кто? Есть такие люди, которые они мешают жить. Есть такие люди? Да нет. А Гитлеру смотрел? Есть. Кто? Психически больные. Они никак не участвуют в жизни. Они только деньги забирают своими больницами. Потом дети новорожденные, там всякие калеки. Это что мы их будем растить? Как у спартанцев. Осмотрели, вродился ребенок, мальчик. Его сразу раз, разложили на камушки. И вокруг стоят вожди. Посмотрели его всего туда-сюда. Вердикт какой? Да что-то там слабенький. Тут рахитик, тут немножко что-то горбатенький. В пропасти вот. Ну, зато нация сильная будет. Не будет ни горбатых, никаких. А то вырастет какой-нибудь. Вот такой вот, как сейчас, динозавриком ходят у нас, молодняк. Еще и курят. Такие все. Откуда взялись, непонятно. Сейчас, говорят, у нас призывников дошло до того, что выбраковка идет 80%. А вот у меня жена пришла с работы. Ну, она же там секретарем работает в музее. И там с какой-то тоже секретаршей разговаривались, они сдавали отчеты. А она из ЗАГСа. Она говорит, что 100% разводы. 100! 100% разводы за какой-то период времени среди какого-то молодежи. Не берутся старики, там ничего возраст. То есть уж все, кто женится, обязательно разведутся. Все. Нет вообще браков. Институт брака, ну понятно, что такое институт брака. Институт, это значит, все, что человечество собрало, известного о браке, его не существует. Все распалось. Кто может сохранить брак? Он брак даже называется брак. Бракованное все, ничего нет. Брак это супружеский союз. Кто может сохранить его? Только Бог. И Господь говорит, что Бог собрал, сочетовал, тот человек не разлагает. Не разлучает. Не разлучает. И поэтому вот он сделал, как гидр. И давай уничтожать. Всех убрал, все, у себя подмел, все, психических нету, дураков нету. Теперь всем начали работать, всех кормить. Хорошо сделал? Ну хорошо же. Ну хорошо, да, с одной стороны. А с другой. А с другой? А вот строит он дороги. Что, плохо дороги? Дороги, транспорт, подъезды сейчас на работу туда все. Хорошо? Хорошо. А по ним танки пошли, и границы. И пушки. Вот для чего было сделано. Что французы захватить. На Советский Союз напасть. И то же самое Сталин хотел хорошо сделать с Лениным. Хорошо хотели сделать равенство, чтобы все были равны. Чтобы крестьяне там не одни пахали, а еще там к ним присоединились в помещики. Ну конечно хорошо, одни тунеядцы, другие нет. И что нужно сделать? Мы решили так, а мы всех помещиков просто убьем, чтобы они не сопротивлялись. Да и все, одних крестьян оставим. Вот это подровняли всех, а все благими делами у Стелина. Так это не добро. Добро от Бога только то, что идет. Именно только от Бога. Только Господь может сделать такое добро, что оно приведет тебя в Царство Небесное. И вот это добро нужно делать. И вот это степень добродетели. Вот какие степени были. Ступени добродетели и вот какие степени. Первая это степень. Не начинать обиды. Не начинать обиды. Не начинать обиды. Да. Не начинать. Самому никого не обижать. Да. Это второе. Второе. Вот хорошо бы записывать еще. Будет все. Второе. Когда она уже причинена обида, не воздавать равным злом обидевшему тебя. Все, тебе причинили обиду. Ты сам не обидел. Но тебе причинили обиду. Как у нас обычно. А, мне причинили обиду. Подходит там. Там мальчик плачет. Обычно мальчик. Это всегда. Вот смотришь. Там гуляет мальчик. Там подойдет мама. Читает книжку там или красится что-нибудь. Чего тебе надо? А меня там вон тут вот. Подойди ему так же, дай и все. Это везде такое. Всегда происходит. Это я просто про маленького сказал. Но это же происходит и среди больших. Вот мы зашли с женой в магазин хлеба купить. А там пиво на развес продают. На развес начали продавать. С чего они начали продавать, не знаю. И они там стоят, пьют где-то там какой-то закупок. Поставили это пиво вот так вот. И вот. Вот. Чего вы засуетились, а? Братья. Чтобы записывал. Ну так скажи, я остановлюсь, значит. Чего я разглагольцу-то? Давайте будем искать бумагу. Да, мы нашли. Все, вот и дальше. Не, на Библию это писать не надо. Вот и книжка. Кстати, ты можешь ближе к столу подсесть. Вон есть стул. Садись за стол. Я что-то не понял. Один снимает. А ты сюда садись. Читать-то тебе какая разница? Облокачивайся. Вот сюда иди. Здесь читай или тут. Второе. Записали, да? Первое. Повтори, брат. Чтобы он записал. Первое. Это не начинать обид. Это златоуз говорит. Второе. Не воздавать равным злом. Обидевшему. Третье. Не только не делать обижающему того, что ты потерпел от него, но и оставаться спокойным. Третье добродетель. Третье. Простите, я не записал. Третье. Не только не воздавать злом. Не только не воздавать злом, но и оставаться спокойным. Не желать тебе даже зла. Да, думай. Брат, ну только даже не думать о том, чтобы сказать фас в овчатке. Однозначно. Нет. Вот это ни в коем случае. Ты должен быть спокойным. И вот это как римляне, понимаешь? Руку ему вот так вытягивают. И говорят, сейчас проверим, кто вы такие римляне. Варвары там захватили римляне. А он даже не римляне. Он философ просто. Ну там ходит, описывает эти битвы. И ему вот так вот камень туда, раскаленный. Чик на руку. Ну другой бы заорал, он остается спокойным. Ничего себе. Вот это люди. С ними надо знаться. Недаром они захватили столько стран. Так и ты должен быть спокойным. Не кидаться никуда. Завоеватель города лучший. Лучший завоеватель города. Спокойный. Ты раз смиренный, спокойный, кроткий. Сидеть спокойно. Кроткий написано. Да. Или ваша сила, говорит Господь. Ваша сила сидеть спокойно. Что это такое? Ваша сила сидеть спокойно. Да. И все сидят спокойно. Все сидят по своим городам в Израиле. Нет, ну может быть то, что он так говорит. Подожди. Руку поднимать надо. Ты думай про себя. Тебе только думать, подожди. Потом это копи там. Что надо спросить. Сила сидеть спокойно. Все. Другого нет. Это Бог так говорит. Твоя сила. Ну как моя сила? Моя сила. Мышца. Ноги такие, как у оленя. Там лук. Ну ясно? Сидеть спокойно. Что за сила такая? Бог сказал сиди. Люди сидели. И там две армии встретились. Решили напасть на евреев. Что-то перессорились. Друг друга убили. А теперь говорят, иди туда. Собирают воинство. Идут туда. Вот те. Там добыча вся лежит. Все лежат побитые. Все. Отсиделись просто. Может быть и не надо было там Сталину столько тоже людей крошить положить. При взятии Берлина. Я уже говорю про 41-й год. А взятие Берлина. Стоило ли к 1 мая столько людей положить? 500 тысяч. Жены ждут. Война 4 года длится. Усатый ты гуталинчик. Вот смотри хоть немножко на людей-то взгляни. Нет. Но 1 мая впереди. А почему? Потому что с 30 апреля на 1 мая шабаш ведьм идет. Да. Коммунисты они свой праздник сделали ведьморской. Ну ведьмы, значит и колдуны туда и все. То есть и сатанинский. И положили людей. Почти 500 тысяч. Это только убитыми. Победа. Сейчас не знаем, как эту победу оплакать. Четвертое. Предавать себя самого злостраданию. После спокойствия жди бурьи. Однозначно. Просто так враг он тебя не оставит. Он тебя будет доискиваться до тебя. Будет до как-то. Злострадание. Злострадание. Предавать себя самого. Злострадание. Злострадание. То есть. Тут само за себя говорит. То есть. Ты будешь испытывать от кого-то зло. И причем не просто, а предавать себя самого. Ну на примере Иисуса Христа скажем. Он сам себя предал на распятие. Ради чего? Ради того, чтобы спасти людей. Нас. Он сам себя предал. Он мог не умереть на кресте? Конечно мог. Он же Бог. Он бы захотел и не умер. И когда с Пилатом он разговаривает. Он так и сказал Пилату. Не в твоей власти решать. Умер ты меня или нет? Он так удивился Пилату. Даже с ним не смог продолжать разговор. Он не вон такой. А ты кто? Ты сын Божий спросил. Ты мир это сказал. И он повернулся и ушел. Вопрос можно. Будет ли являться преданием себя злостраданию? Вот как поступал, допустим, убиенный мусульманам проповедоваться. То есть его предупреждали несколько раз. Если ты будешь проповедовать, мы тебя застрелим. А он, ну и что вроде как. И он даже мечтал без нотарств попасть на тот свет и как бы лез на рожон. Ты понял их специально. Будет ли вот являться вот этим вот преданием? Это самый что-нибудь пример. Предавать себя на злострадание. Потому что тебе уже обратились и сказали. Мы тебя будем там убивать или тебя будем бить. То есть он прекрасный. А ты продолжаешь благовествовать. Ты продолжаешь нести добро. Ты продолжаешь добродетель. Вот мы сейчас степени добродетели проходим. Добродетель, доброе дело. Как оно делается? Как делается добро? Все привыкли. Добро это милостыню подал. Вышел из храма там. Какой он там? Горбатый, пьяный. Сопли все равно. Маленький. Женщина там. Старик. На ходулях, на костылях. Хоть на чем. Дал. Все. Монета взвяхнула. Облегчение. Все. Я иду домой. Молодец. Добродетель сделал. Добродетель не в этом. Мы сейчас читаем, что такое добродетель, настоящий от Бога. Это говорит нам Златоуст. Златоуст тот человек, святой муж, который имел от Духа Святого познание. Это благодать такую. И теперь вот, если ты по-другому будешь себя вести, никакой добродетели ты не сделал. Ты его золотом засып, этого там алкаша, который сидит около церкви, и ничего ты не сделал доброго. Нет, ни одной крохотуленьки в рай не пошло. А куда полетело? С жития святой говорят, прям в ад падает. В ад и твои дела, это злы дела уже. Злы дня. Они падают туда же. И ты получаешься за место доброго человека злыбнем. А люди идут и начинают говорить, да ну ты что, все знаешь что ли, ты там. Я что могу сказать? Вы читайте Златоуста, Златоуст все знает. Так они Златоусту не верят люди. Почему? Да потому что нету веры в Бога. Они не прошли еще первую ступень. Отвергни себя. Отвергни себя. Возьми свой крест. Свой крест. Не Христов. Свой хотя бы крест возьми. И следуй за Христом. Вот они три ступени. Без которых ты не попадешь в рай никогда. И не будешь ни православным, ни верующим никем. Отвергнуться себя. Все. Первое, это значит все смертные грехи убрать сразу. У всех, кто вот сейчас здесь сидит, все через это прошли. То есть вот это, блуд, пьянство, табакокурение, матерки, обида других людей. Это сразу уходит. Наркомания. Потом дальше. Наркомания, это было какие разговоры о наркомании. Это вообще чудо. Пьянство сюда все относится. Пьянство это опьянение мозгов. Сюда все. Наркомания, таблетки, газы там, бензин и всякие. Все это сюда относится. Потом следующая идет ступень. Она такая, не такая явная. Это, ну если ты явно вор, понятно, что воровство сразу уходит. Воровство. Ну бывает человек просто где-то на работе что-то взял там. Я говорю, взял просто и унес. Это уже воровство. Ну это уже как бы мельче, но это тоже сюда относится. Потом дальше оболгать другого человека для того, чтобы самому выгодиться. Еще раз. И причинение, через зависть причинение обиды другим. Через зависть. То есть Господь говорит, это 10 заповедей я перечисляю просто. Господь говорит, не пожелай ни жены, ни дома ближнего твоего, ни жены его, ни осла его, ни вала его, ни поля его, ни все, что есть у ближнего твоего. Не пожелай. Потому что через зависть ты человеку оказываешь обиды тем, что пытаешься отнять. Становишься настоящим варваром каким-то, как зулусы. У меня отняли, это плохо. Я отнял, это хорошо. Это уже нехорошо есть. Если ты хочешь быть христианином, причем не простым христианином, а как здесь написано, брат, как там читается, тут меня циклоны славянские почитают. Что? Ну, 46-й, 45-й стих, что, ну, как им должны быть люди, будьте им. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему сходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ты таким тоном читаешь, брат, вообще. Человек сидит, первый раз пришел. Ты немножко хоть встрепенись, о чем читаешь. Я повторяю это. Ну, я понял, что повторяю. Ты повтори так, чтобы все аж задрожали. Ну, Господь Иисус Христос говорит нам, вы должны быть такими, как Бог. Ну, как ты так можешь спокойно, правильно, неправильно. Ты представь себе, мы должны относиться что к злым, что к добрым, так, чтобы не нарушить ничего того, что Бог сделал, как бы спасти их. Почему мы не должны других обижать? Почему должны оставаться спокойными, когда уже нас затыркали уже в усмерть? А нельзя даже охота, понимаешь? Нельзя даже охота. Ну, как можно такими быть? А Христос говорит, и будете тогда, как Отец ваш Небесный. А вот тут по церковно-славянски написано, подобные Отцу вашему Небесному. Ты понимаешь, о чем мы говорим сейчас? Мы тут сидим, вот собралось нас тут шесть человек, и мы говорим о том, как стать богами. Ты понимаешь? Нет? Богами. Да вы сумасшедшие. Другие люди скажут, вы чеканулись все, дураки, сидите шефтером. Вот по телевизору он будет смотреть и скажет, конечно, в итоге, это точно, вот сидит там, распаляется, такой вид первый есть уже. А мы на полном серьезе здесь занимаемся тем, что нам Христос эти слова-то говорит серьезно. Он же вот ходит, вот мы что тут читали целых пять глав, о чем? Христос ходит, все делает, мы уже все уверовали, да, это Христос, Он ходит, мы им верим в это, правильно? А теперь Он говорит, будьте подобны Отцу моему Небесному. Будьте сынами Отца Вашего Небесного. А тут подобны написано. Да и даже я вам скажу, еще место Писания есть. Есть. Будьте святы, как я святый. И что дальше? Давайте кувыркаться теперь. Зачем со мной спорить? Даже руку не подняли. Не спорите. Смысл какой? Вы должны подтвердить только, что сыном быть, а кто Иисус Христос? Он сын человеческий, сын Божий. И опять же говорится, сыны, будете сынами Отца Вашего Небесного. То есть мы равны Христу, а Христос Бог. О чем речь-то идет? Более того, если ты член церкви, ты член тела Христова. Вы понимаете, о чем идет речь-то? Самое главное, как этого достичь. Вот что. Вот рассказывает, сидят, сидит молодежь там, они занимаются чем-то там, о чем-то думают. Они эти слова, вообще слова они поднимают. Потому что некому поднять перед ними этих слов. Они никогда не пойдут на благовестие. Они никогда не возьмут Евангелия, не выйдут и не пойдут к людям. Почему? Ну, некому, они не видят примера. Мы для них не пример. Почему? Потому что поп сидит, он просто сидит, пузо отращивает. Ну, кто-то отхудеет для того, чтобы машину купить хорошую, еще лучше, чем у него есть там этот джип. Но только не для того, чтобы достигнуть Царства Небесного. У них этот вопрос-то не стоит. Они поэтому никому не показывают книгу, правил. Они придумывают какую-то 45-ю главу, которая, есть, конечно, тут 45-я, но она совсем не о том говорит. Они выдумщики, попы. Они никогда не скажут доброго слова. Они никогда не возведут тебя ни на одну из этих добродетелей, потому что они сами не исполняют тебя. А нам приходится этим постоянно заниматься. Выйди только на благовестие. Выйди на площадь и иди вот Евангелие дай человеку. И расскажи еще о нем. И ты услышишь, кто ты. Самая маленькая, что дурак. А то еще и помоле получишь. Чтоб не лез в чужую интимную жизнь. У них какая-то еще интимная жизнь там есть. С Богом причем. Сказочники начинают. Об этом разве говорят слух на площади о Боге? Написано, дела Господни возвещайте громко. А все, что было тайно, Господь говорит, все будет сказано на кровле. Ты там пытался в катакомбы, лес Гитлер, где там бункера. Все вот так вот всплыло. И сам выбрался даже наружу. Ну как, вытащили его и сожгли вместе с женой. Вот и все зло. И Сталин точно так же. Таился, таился, шухарился. А потом упал. Уже все. Труп. И так далее. И все так покончили. Те, кто хотел тайно, все у них тайное, все они в тайне. А Христос явно пришел. И когда его заушали, когда его перед синедроном ставили, он как говорил. Почему бы меня сейчас взяли тайно? Я эти все слова говорил явно. И в храме беседовал. Все это слышали. И действительно так и было. Вот когда мы научимся жить не тайно, а все вот. Почему мы снимаем это? Мы не боимся съемок. Потому что мы читаем слово Божие. И по слову комментарий идет у нас. И мы так пытаемся жить, главное. Ну да. Там, по-моему, на занятиях человек ушел, а дальше. А мы-то продолжаем жить. Мы продолжаем поститься. Продолжаем быть членами церкви. Идти на благорестие. Распространять слово Божие. Просто человеку, чтобы почитал человек слово Божие. Ты вот Евангелие не до конца прочитал, да? Нет. Видишь? А ты ходишь в церковь, молишься. А люди, людей вокруг, которые вообще даже не приступали. Они только Евангелие по наслышке слышали и все. А ведь без этого слова Царство Небесное человек не наследует. Вера от слышания, слышание от слова Божьего. Говорит нам апостол. Если ты не услышишь Слово Божие, вот мы сейчас читаем Слово Божие, да еще и с толкованием. Вот тут вера может прийти. А если этого не будет, человек не придет. Ну что делать, скажет другой. Ну как что, всем заниматься Словом Божьим. А если не буду заниматься? Ну не будет веры, ты не будешь в раю. А кого не спроси, ты в рай хочешь или в ад? Все мало-мало умные, все в рай. А только скажешь, что нужно делать. О нет, мне это не надо. А Бог Милостив, вот что вы всякую ерунду-то говорите? Вон там я была, где-то там сказал священник. Бог Милостивый всех прощает. И каждый скажет, я без греха. Чего вы так мучаетесь с этими грехами? Я вот безгрешная, бабушка любая там. Я вот без грехов. И правда она не курит, не пьет. Бабушка. Ну бывает, поматериться, конечно. Ну материться-то что такого? Ну это так, для связки слов уже сказал я. А грехи все равно есть. Они будут выплывать, они будут тебя отбрасывать все время назад. Теперь пятая добродетель ступень. Отдавать более, нежели сколько хочет взять причиняющий тебе обиду. Отдавать более, нежели сколько хочет взять причиняющий тебе обиду. Шестая. Не питать к обидевшему ненависти. Не питать ненависти. Седьмая. Любить его. Любить. Седьмая. Восьмая. Благодетельствовать. Не успевать, Игорь. Подожди. Не успевать. Какая? Я только на пятую. Еще пятую. Написал пятую? Нет. Отдавать более, нежели сколько хочет взять причиняющий. Успел, он мне его допишу. Да нет, нежели все равно. Взять причиняющий обиду. Ну ладно, давай, выслушаешь, потом допишешь. Не спеши. Это всегда книга при нас. Восьмая. Благодетельствовать ему. И девятая. Молиться о нем Богу. А это заповеди вы читаете? Нет. Да? Это заповеди. Да у меня заповеди. В телефоне есть. У меня тут все и трафари не имеют. Подожди, кто-то. Это никто. Я понимаю все. Это добродетель. Это добродетель. Вот это только добродетель одна. Она расписывается тебе. Это добродетель для того, чтобы когда ты будешь делать доброе дело, ты знал, ты сделал доброе дело или не доброе дело. Вот это он будешь читать? И ты понял. Да, вот это я сделал. Точно. Был спокоен. Никого не обижал. Сам принял обиду. Сам оставался спокойным. Не питал ненависти. Даже более того, я поблагодарил его. Сказал, благодарю тебя. Может быть, правда ты что-то правильно про меня сказал. Ну, там сказали на тебя, что ты видел, вот дурак. Ну, и правда, в некоторых местах бывало такое, да-да-да. Ну, я постараюсь исправиться. Все. Ну, то есть ты все. И дальше ты чувствуешь, что я о нем помолился. Встал прям так и сказал, Господи, да благословит тебя Господь. И еще поклонился ему. Ну, все, что там сказать. Ты сделал доброе дело. Можно, брат, я немножко поясню? Дело о том, что, о чем речь, вот мы здесь говорим, читая Матфея 5 главу. Брат, подержи пока. Вот это, 43-45 стих. Господь говорит о любви к врагам. Но перед этим толкователь нам говорит, блаженный Хилат, и здесь вот Ян Златуста, брат, приводит, что до этого Господь в Нагорной проповеди начинает говорить, что ты спера должен, что не обижать других. И постепенно, постепенно возводит тебя к высшей добродетели, к любви к врагам. А Златуста это более расширенно объясняет тебе, что значит этот добродетель. Согласно Евангелия, потому что он толкователь. Вот к чему. Это, брат, дело все в следующем. Не надо сейчас для него одного это все объяснять. Он потому что все равно, если он не понимает, понимаешь, он даже Евангелие не прочитал еще. Мы сейчас с самого начала будем для одного человека объяснять. Ну идем просто, идем. Если он будет посещать занятия, оно все войдет в него. Потому что, ну мы будем спрашивать же в конечном итоге, читает человек или нет. Ну как Тарас вот. Он же уже тоже успокоился, был. Ревностные вопросы какие-то задавал непонятные. Потом понял, что надо просто слушать Слово Божие. Ты слушай Слово Божие, вот записал что-то там, ну записал и записал, все. Непонятно тебе. Ну вопрос потом зайдает, в конце у нас будет оставаться минут 10 до конца. Ты поднимешь руку и скажешь, у меня вопрос. И мы тебе объясним коротко о том, сейчас начнем, тут каждый тебе будет говорить, а вот это, вот это. А потом в конечном итоге станем, вот откроем Матфея и начнем для тебя с первой строки. Мы продолжаем наше занятие. Ты влился стройно в ряды православных исследователей Слово Божие. Все. Если ты не читал это, ну я же не виноватый, что ли. Я тебя в глаза не видел. Ну не дошел. А не дошел это значит сколько ты не дошел. Это всего лишь какая-то там 15 страница. А ты не дошел, понимаешь? Мы читаем 15 страницу Евангелия. Я многое заветы сейчас читаю. Но это мы новые заветы проходим. Мы новые заветы проходим, это не ветхий завет. Мы читаем новые заветы Евангелия от Матфея. Вот гляди, сейчас я тебе скажу, какая же страницу мы читаем. Ты же не думай, что мы что-то какие-то непонятные немножко. Вот я тебе скажу, вот ровно 16 страница, вот мы читаем. Вот сколько ты прочитал. А вот оно, это всего лишь Евангелие. А Новый Завет, он еще столько же имеет. И всего приблизительно 500 листов. Если ты хочешь знать, сколько я прочитал раз. Я прочитал сотни раз. Вот это, Новый Завет. А вот эту Библию полностью, целиком, вот от корки до корки, я прочитал 22 раза. Каждое слово я читал. Там даже для перечисления каких-то непонятных имен, я все это читал. И всегда это мне все понадобилось. Даже когда там, как устанавливают скинью Божию, подножие какие-то там, занавески там, цепочки, вот куда кольцо повесить. Я все это читал и читал и читал. Почему? Я люблю Бога и хочу знать каждое слово, которое говорит Бог. Мне это нужно, чтобы наследовать Царство Небесное. Я хочу быть рядом с Богом. Ты хочешь быть рядом с Богом? Конечно. Ну так вот, для тебя один из примеров свяжу я. Еще можешь найти примеры? Ищи еще, где-то найди. Вот брата, посмотри, вот сестра. И все мы хотим быть рядом с Богом. Мы очень серьезно к этому относимся. Ты должен вот это вот не просто там сказать, я на какой-то странице. Ты должен на память мне уже говорить это все. А ты только пока на 15, на 16 странице. Ну на 15. Даже не дошел, потому что ты же сидишь, я же вижу, что ты не понимаешь. И тебе поэтому брат начинает объяснять. Мы не для этого, мы продолжаем. Для нас это все тоже. Читаем дальше. Я читаю Златоуста. Итак, высота любомудрая достигнута. Но зато, говорит Златоуст, и блистательная награда. Так как повеление великое и требует мужественной души и великого подвига, то им сду за исполнение его спаситель обещает такую, ну да, это значит награда, какой не соединял ни с одной из прежних заповедей. Вот что значит исполнить добродетели. Или любить врага. Мы говорим о любви к врагу. Самое важное. Как ты возлюбил врага своего, это заповедь? Вот это вот заповедь, мы сейчас ее только проходим. Вот чтобы возлюбить врага, ты должен быть на высоте добродетели. Вот высота добродетели состоит из девяти пунктов. За это будет тебе награда. Трудись. Все. Но чтобы этого достигнуть, ты должен полностью знать Слово Божие. Ветхий завет, Новый завет, правила святых отцов. Кстати, песнопение у нас по баптистам. Видал ты? Да. Ну все. Мы поем по баптистским песнопениям. Так что мы берем все самое лучшее. Но эти песнопения мы еще переилюстрируем. Если там что-то неправославное, мы или заменяем слова, или не поем. Есть и такие тоже. Они там все спасены. Немножко. Немножко мы уже. Да. Нет. Покаялись не просто. Как это все. Вы в курсе. Он обещает здесь не землю, как кротким, не утешение и помилование, как плачущим и милостивым, не царствие небесное. Ну что они будут подобны Богу, насколько то возможно для людей. Я когда будете, говорит, подобны Отцу вашему и же на небесах. Ну об этом мы уже застряли внимание. Заметь, что Господь ни здесь, ни прежде не называет Бога Отцом Своим. Но там, когда говорил о клятвах, называет Его Богом и Царем Великим. А здесь называет Отцом Нашим. Господь делает так, Иисус Христос, потому что беседу об этом хочет оставить до приличного времени. Объясняя затем, в чем состоит Богоподобие. И говорит, почему. Яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные. На русском языке. Последний. Почитай. Последний. Не надо все так. Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на правильные и неправильные. Понятно? Что-нибудь. Бог заботится о каждом человеке. Ведь если бы Бог-то узнает же сердца всех. Зачем тогда ему злых-то тут лелеять на земле? Ну убрал бы Он от нас злых людей. Одни добрые выходили. Сейчас бы ходили друг к другу, улыбались, шапочное знакомство. Здравствуй. До свидания. Все добрые. Мы знаем, все добрые. Чего злых-то над... А Господь всех хранит. И почему? Даже есть ответ почему. Иначе не понять, как дела добрые делать. В общем, дела. Поэтому должны быть и злые, которые гонят. Да? Я могу прочитать стих Писания. С удовольствием. Это Премудрость Соломона. Перехвати-ка в него. Вот эту Библию на колено. И сюда. Премудрость Соломона. Книга Ветхого Завета. 12 глава, 2 стих. Откроем. А ты читай оттуда. Открывай отсюда. Премудрость Соломона. 12 глава, 2 стих. Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь. И напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в тебя, Господи. Седьмой стих, да? Второй. А, второй. 12 глава, 2 стих. Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешься. И напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в тебя, Господи. Видишь, как? Они верующих верующие. То есть, Господь постепенно через какие-то скорби, страдания побуждает, чтобы человек обратился. Мало-помалу. Да, мало-помалу, да. То есть, а если бы сразу Господь все решил и решал, сейчас бы тут не было злых, зачем они нужны здесь? Но, это заповеди Божии. Господь на всех, Он отец всем. И даже те, кто его не знает, Он все равно им отец. Потому что, Господь всех нас. Еще напомню, если бы, как бы, ты, брат, сейчас говорил, что, почему бы Господа бы добрых оставить, а злых бы убрать, тогда бы и я бы здесь не стоял бы сейчас. И не был бы уверен, что во Христа очень делал. Я только 26 лет пришел к Богу. А я в 31 год пришел к Богу. Сам тоже во сколько? Ты во сколько пришел к Богу? В 33. В 33. Раиса Николаевна, Вы во сколько пришли к Богу? По-настоящему? В 93 году, с 38 года. Это сколько будет? Да. Очень давно. 21 год. Естественно. 50 лет. 21 год было. Я уже в этой общине. 21 год. Господь милостив. 22. Хорошо, что Господь, как говорится, здесь справедливости не ищет. У нас. Господь несправедливости ищет. Он ищет нашего спасения. Если бы только началась справедливость, все бы уже были под ножом. Никто бы запыли и не исполнил. Ибо милость произносится над седом. Что такое? Нет праведного ни одного. Аминь. Да. Поэтому и вообще бы земля уже вся сгорела. Один праведник Иисус Христос. Да. Потому что, ну, он говорит, подобен был нам во всем, кроме греха. Все. Он... Если каждый из нас обладал вот этим природным грехом, то Господь Иисус Христос, родившийся от Девы, не был... Икатолики до того дошли, что провозгласили Престую Богородицу Боргинией практически. Непорочное зачатие. Непорочное зачатие Престой Богородицы. Придумали они. И ушли еще дальше в ересь. Ну, что мы только скажем. Помолимся Господу и скажем, Господи, да благослови ты их, чтобы они прозрели и уверовали в истину. Что ничего этого не надо. Все это таинственно преобразовалось. Еще в Ветхом Завете, Престая Богородица, это ковчег, который евреи носили на своих плечах. И очень его ценили. И сам Господь берег этот ковчег. Мы знаем, сколько смертей было. Из-за этого люди туда заглядывать пытались, умирали десятками тысяч. А один попытался даже остановить, когда ковчег вроде бы поехал с колесницей. И он руку протянул. Квозница был. Надо было ему коней держать. А он решил ковчег придержать. Никого придерживать не надо. Сгорел, все, умер. И тут же Давид остановил все. И прямо здесь же, где Орни этот был, не тянет. Прям на его гумне. Проезжали рядом. Тут же оставил все. И со страхом, со страхом долго, три или сколько там месяца не могли подойти к этому месту. Все боялись. Как так? За что? Потом Господь открыл за что? Не надо дела Господь не придерживать своей человеческой рукой. Господь знает, как сохранить. Поэтому не надо никаких подтасовок. Вот она там богиня, не богиня, зачатие. Бог сделал из человека. Она человек. Затем он соединил нас с собой. Господь. И теперь мы знаем, перед крестом распятого Господа стояла Преста и Богородица, Матерь его. Простой человек, которая родила его, которая все сохранила в сердце своем. И она стояла, смотрела на Господа. Она еще не веровала, что это Бог. Но она была самая первая, кто уверовала, говорит нам Златоуст. Когда они шли, с женой мироносицы в первую же ночь, под утром уже, на воскресный день, и увидали Господа, и поклонились Ему, и припали к ногам, и поцеловали Его. И перечисляется Мария, Мария, и так далее. Соломия, все, кто был. А потом перечисляется только одна Мария Магдалина. Мария Магдалина не до конца еще уверовала, а Преста и Богородица уже уверовала. И уже все молилась Господу, как Богу, своему сыну. Она все поняла. Но апостолам еще не смогла этого доказать. Это невероятная история, которой под последствием мы еще коснемся и дойдем до этого. Сейчас давайте дальше идем. Да, это все таинство мы говорим о таинствах. И теперь, Бог не только ненавидит оскорбляющих Его, но даже благодетельствует им. Конечно, здесь нет равенства ни почему, так как не только благодеяние Божие, но и величие Его достоинства превосходит все, что только вообразить можно. тебя оскорбляет подобный тебе, а Его раб оскорблял, и при том такой, который получил от Него бесчисленные благодеяния, то есть мы люди. Ты, молясь за врага, благодетельствуешь ему словами, а Бог благодетельствует ему весьма великими и чудными делами, освещая его и солнцем, и ежегодно посылая дожди в определенное время. Так, еще надо разбирать это? Или уже все? Пойдем дальше? Дальше? Я думаю, что дальше. Я не понимаю. Чего ты не думаешь? Ну, попробуйте, попробуйте объяснить ему то, что вы сейчас прочитали. Ну, мы перед этим как бы это уже говорили, я попытался это рассказать. Если говорили, то ладно. Да, я об этом как раз и рассказывал, что Господь, Он Бог, а мы-то люди. И Он эти благие дела делает для нас, для людей. Мы вообще не Его природы. Он же безгрешен. А мы должны эти дела делать для таких же, как мы. Мы сами рабы. Рабы, это значит те, кто имеет плоть. Мы здесь плот, мы привязаны к пище здесь, к одежде, холод на нас действует. и так далее. Мы рабы. Мы не до конца сделаны богами. Хотя у нас много величия Божьего. Написано по образу и подобию сотворены. написано. Еще написано, говорит, носите времена друг друга. Что это значит, времена носить? Можно сказать. Вы кого спрашиваете, я не понял. Вы зачем спрашиваете это? Я не спрашиваю, я говорю, Христос. Ну и говорите, продолжайте. О чем вы говорите дальше? Носите времена друг друга. Это апостол Павел говорит, а не Христос. Нет, но Христос хочет, чтобы человек, любя другого человека, делал ему добрые дела. Не так себе, как другому. Почему носите времена? То есть подставляете плечо другому. Другой страждет, болеет или еще что-то. Ты сострадайте ему. Здесь говорится о сострадании. Надежда Семеновна, тяжело с вами не согласиться. Вы слышали, задал вопрос человек, мне поясните вот это коротко, о чем тут идет речь. Вы можете пояснить это коротко? Вы сейчас такие дебри забрели, нам никогда из них не выбраться. Я вижу. Брат, ты тоже уже очень далеко от нас. Вернись. Нет, я внимательно. А, ты внимательно слушаешь? Да. Ну, ты можешь объяснить сейчас Александру? Вот он чего-то не понимает. То, что мы сейчас пересказали в двух словах. А ты знаешь, почему он этот вопрос задает? Он задал вопрос вот этот. Я, говорит, не понимает. Вы мне объясните, что тут такое Златоустро еще сказал. Ты понимаешь, что дело? Мы читаем Златоустро, прочитали Блаженную Фефилакту. Это считается легенькое толкование. Мы более раскрытое читаем Златоустро. И он все равно не понимает. Мы можем пояснить человеку? вряд вряд ли. Он совершенно прав. Знаешь почему? Ты должен в совокупности знать все Евангелие. Вот сейчас Надежда Васильевна вот эти слова сказала. Она сказала это вообще сказал апостол Павел. Это Новый Завет, чуть ли не самое последнее послание. А ты на 16 странице Евангелия первого. А их еще четыре. Мы тебе просто не сможем объяснить. Ты будешь держать нас вот здесь как собаку на цепи. И мы будем набегать круги вокруг. Тропинку выторчем, а толку нету. Я сорваться не могу с этой ошейника. Почему? Потому что ты не читаешь Евангелие, а я должен в лепешку разбиться тебе объяснить. Я не об этом. У нас занятие не для того, чтобы ты за одно занятие за полтора часа все стал таким же как я. Все. Тогда еще концовки нету. В конце скажешь, мы тебе все объясним. Читаем дальше. Проходим. Брат, давай 47 стих. 47 и 48 стихи. А ты внимательно туда смотри. Туда. Внимательно смотри. И тогда тебе все будет понятно намного. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен отец ваш небесный. Вот бабушка, здравствуйте. Толкование коротенькое. Одних любить, а других ненавидеть есть несовершенство. Совершенство состоит в том, чтобы любить всех. Небесный отец любит всех, и всех призывает к спасению. Нам должно уподобляться ему. Христу. Христу. То есть не нужно как Гитлер сортировать. Эти вот ненужные люди их надо убить. Они будут реально, как говорится. Хлеб жрать. Хлеб жрать. Тут я все понял. Теория золотого виллиарда. Вот лишние едоки на земле вдруг откуда взялись. Нам не хватит. Давайте их убьем. Один миллиард на земле оставим, а остальных потравим алкоголем, наркотиками, войнами и прививками. Что только они придумали уже. А какое им право дано судить? Кому жить, а кому не жить? Кто они такие-то? Сатана дал право не такое. Да. А Отец Небесный он солнце над праведными и неправедными встает. И дочь посылает. И у злого урожая, и у доброго урожая. А почему? Потому что понял почему. А потому что злой может стать добрым потом. Мы тоже когда-то были злые-то. Если бы нас по теории Гитлера и по теории сатаны бы а что они зря будут водку пьют они нам мешают жить тут. Взяли бы нас всех сослали куда-нибудь на остров злой и там сожгли или что там. Ну это я понимаю. Смысл понятен. Да. Главное смысл понятен. А дальше слава Христу. Я думаю можно дальше. Дело все в следующем. Да, продолжить дальше. Я думаю еще что-то прочитать. Толкование очень сложное златоуство. Прочуете сами. Здесь он конкретно берет примеры и показывает безумие людей. Они себя считали как будто бы верующими тогда при нем. при златоусти. Язычество только что преобразуется в христианство. И те кто были язычниками они еще там приносили жертвы даже некоторые есть. Но так как вокруг уже христианство императоры императрицы верят во Христа ну и мы тоже такие же. А рождение свыше не произошло. Христа не приняли в свое сердце. Заповеди для них это не любовь а бремя тяжкое. И начинают теперь придумывать предания старцев. Как выкрутиться чтобы показать что вот это вот мы делаем это тоже как будто по закону Божьему. А им нравится так. А на самом деле никакого закона там нету. Тебе просто нравится. Когда тебя все приветствуют все перед тобой расшапкаются рассланиваются но только скажи слово как они говорят ты чего ругаешься на меня? Только скажи слово назидание и сразу ты чего на меня ругаешься? А ты почему не исполняешь законы? А ты чего на меня ругаешься? Ну ты же Бога не любишь? А чего ругаться сразу? Чего кричать? Я не кричу я тебе говорю ты Бога не любишь закон не исполняешь Да и начинается не судите не будете судимы это очень любят попы это они священники православные они не судите не будете судимы не судите не будете судимы у них только к одному а сами свечки торговля ты видел часто что священник сидит и начинает благорестовать а ты вопросы ему задаешь он такой отвечает как Путин 7 часов есть такие никогда потому что есть вопросы на которые нельзя отвечать ты в армии не был? нет по глазам не было даже мог бы не отвечать я бы сказал не был нету в тебе этого армейской заканки армейской среди нас можешь сказать кто был в армии кто нет но вы прошли немного был нет понял а Владимир судя по его выражению лица туда был это не просто тебе воин это сержант понял а почему исполнитель и вот исполняя там воинские уставы Господь его привел сюда и здесь он исполняет неукоснительно и пастится и трудится а брат у нас действительно не был что он покладистый больный какой-то брат? нет он больно покладистый да? ну смиренный спокойный как-то да ясно видно что его ничего не было ну а я офицер так что офицер ну по-моему видно старший лейтенант так что ну я в самой армии не был я был на курсах три месяца просто по военной подготовке ну они нормальные полигусы то есть армия придает людям суровость наверное лишает спокойствия да ну на самом деле я никакой на самом деле я никакой не суровый есть у нас суровый один пускай он один и будет суров Господь наш Господь наш уж больно суров ну а чему-то вот про армию спроси я-то вот да расскажи что за неудобные вопросы в общении контакте вот в армию пойдешь пойдешь дадут тебе автомат скажут на дорогу защищать я-то в Украине полнонет допустим пойдешь убивать народ нет почему ну потому что это Божье создание зачем я его буду убивать а отчизна кто мне дал такое право лишать человека жизни духовенство отчизна это да какое бы духовенство оно не было я знаю что батюшка был один воевал на войне но он говорит ему нельзя будет потом просто это если он умрет не это три года ему нельзя будет это как сказать причащаться да причащаться нельзя ему уже придумали Василия Великого человек безгода недели ему уже правило Василия Великого вспомнили вот так вот и правильно они тебе сказали это правило Василия Великого а это мне никто не сказал мне никто не сказал а почему он же сказал три года вот это уже это правило Василия Великого Он откуда взял-то? Думаешь, сам от себя? Придумал и все. Но он ему сказал же. И с фильма взял и в Библии прочитал. А в Библии нет этого. Ты не священник ему сказал? Ну, в этой. Ну, три года-то точно он сказал. Там так и написано. Три года нельзя будет причащаться. Три года нельзя причащаться, если человек просто пошел на войну. Вот он просто пошел на войну, никого не убил, ничего. Он был на войне. И он знал, что туда ходить нельзя, воевать. Но он там был. Он должен прийти и самовольно, самовольно не причащаться. Три года. Вот как. А если ты пошел на войну и там убил кого-то, на тебя действует другая эпитемья. Про которую никто не скажет. Эта эпитемья 17 лет отлучения от церкви. Тюн-тюн, до свидания. Убил человека из церкви, тищ на 17 лет. А если будет плакать, он говорит, и страдать душой, и покажет печаль лицом своим, правила говорят, то таковому можно будет скинуть. И будет он сначала обуреваемым стоять в пределах церкви 6 лет. Потом 6 лет, да будет в пределах храма молиться. И потом оставшееся время, ему могут сократить, и будет он там 3 года преподающим. То есть вместе со всеми сферами молиться, преподать, то есть кланяться чашек, когда доносится. А потом только, да будет. А потом где он найдешь такого? Это точно. А священники благословляют на войну. Благословляют. Клятву, чтобы приносили этому государству. А мы только что читаем. Не клянись. Люби врага своего. А как его любить, если тебя благословили идти защищать отечество? Ты же правда защищать отечество? Он же идет на тебя враг. Он захватывает территории. Фашисты поглощают километр за километром. Как не пойти, не убить фашистов? И все кричат, убей фашистов. Убей фашистов. Убей фашистов, я тебе сказал. А ты, а я не хочу убивать. Иди сюда. Сразу пулю в лоб. Или в затылок. Как выберешь? Лучше пускай стреляют. Это у меня, чем я убью. Ну ладно, ты какой-то серьезный парень. Хоть в армии не было, отвечая как мученик прям за веру. Мне Бог не дал такого права лишать человека жизни. Да, это здоровье, да? Бог только может один решать, жить человеку или умереть. Он тебе кого-нибудь напоминает, Александр, обличие? Ваня другу-то не напоминает тебе? Ну что-то есть, да. Капитально, да? Господь как выискивает своих. Ну ладно, помоги Господи. Давайте дальше. Мы проходим очень сложные места. Но так как он понимает 100%, даже я, наверное, не так. Так что давай, таким и оставайся. То, что я там такой суровый, это ничего не значит. Как только меня возьмут за одно место, тут-то я, может быть, и сразу стану другим. Дай-то Бог, чтобы нам... Вот Иван Тихонович, муж Надежды Васильевны, он сидел за Слово Божие. Его садили в тюрьму, понял? Ну я знаю, что было в гонении, великое гонение в 30-х или в каких-то годах. Нет, его садили ни в каких-то 30-х. Его садили в 80-м и 85-м. Вот так вот. В 86-м. В 86-м, в 87-м выпустили. Вот так сидел за Слово Божие. Ну и не совсем за Слово даже Божие. Слово Божие у него фигурировало в обвинении. А главное, он сидел за то, что раскрывал дела коммунистов по раскулачиванию. Когда людей раскулачивали, эти люди еще тут оставались. И он у них интервью брал. И эти люди рассказывали, как коммунисты ходили и у людей все отбирали. А потом отправляли на Рын и другие севера, в Тюмень. И там люди гибли десятками тысяч. И вот там, как оттуда люди приходили, здесь, кто оставался случайно. За архипелаг ГУЛАГ. Архипелаг ГУЛАГ тоже, это Солженицына. Если ты не читал, обязательно все это надо читать, чтобы знать о своей родине. Если ты не будешь знать, что было здесь на этой родине, ты никогда не будешь ее родиной называть. Ты никогда не поймешь, и опять будем все наступать на эти же грабли. Мы должны ко злу относиться одинаково. Мы должны ненавидеть зло, написано. Ненавидеть. И к этой ненависти мы должны быть еще обличителями. Ты понимаешь, что такое? Обличиться, но... Обличителями зла. И в первую очередь, с самого злого зла. Рассказывать про зло, про какое-то... Да, или рассказывать его, выявлять. Самое главное зло, это творится в нашей церкви. Это самое главное зло. В той церкви, которую все люди считают святой и правильной. Она святая и святая, и правильная, однозначно. Но люди, которые в ней есть, особенно священнослужители, они не исполняют своих дел, и они злодействуют злодейски. Как говорит нам Слово Божие. И поэтому ты вокруг себя не видишь православных толпами. Хотя все называют себя православными. Но Евангелие, не то что там на 16-й странице. Они даже корочку не прочтут, им лень. Ну а тебя, знатока Евангелия, они конечно скажут, что ты дурак просто. Ну как я неоднократно слышал. Кто Библию читает, тот сумасшедший. Чего ее читать? Нет, сейчас я знаю точно, что сейчас мода такая пошла в молодежи, что они просто для развлечений читают Библию. Что они там это познают. Ну или не познают. Не верят. Я знаю точно. Сейчас очень много народу качает Библию, но для чего? Просто чтобы существовало, что они, может быть, хотят доказать, что они верующие или еще что-нибудь. Ну, такая мода. Мода. Давай, начинаем, брат. Евангелие от Матфея, 6 глава, 1 стих. Матфея там. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Толкование. Возведши к самой высшей добродетели любви, Господь восстает против славы, которую обыкновенно сопровождаются добрые дела. Если ты творишь дело милосердия и пред человеками, но не с тем, чтобы на тебя смотрели, не будешь осужден и не потеряешь мзды. Но если делаешь то из тщеславия, то потеряешь награду и будешь осужден, хотя бы делал то и в клете своей. Бог карает и увенчивает намерение. 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 Бескетиво. Ну, маленько знаю русский язык. Намерение. А я всегда намерение считаю. Так, можно я златоуста братья? Да. Итак, наконец спаситель изгоняет самую пагубную страсть. Че славие называется она. Че славие. То есть сам себя славит человек. Нет. Не сам себя. Ищет славы от других. Но че это значит напрасно. Че это приставка напрасно славит. Слава Богу должна вся идти. Да, это правильно. Совершенно правильно. Ищет славы от других. Но и он тоже прав. То есть, вы сказали, он только через самого себя сказал, а ты сказал, дополнил. Это как и получается. Потому что, если ты скажешь, я славлю сам себя, это еще ничего не сказало. Ну и славь. Сидишь дома и славишь сам себя. Я хороший. Я пригожий. Я такое сделал сегодня. Аж проснулся. Глаза хорошо открылся. И я это все прекрасно. Ничего это не даст. А вот дополнение, которое брат сказал, оно сразу все открывает. Ищет славы. Ищет славы. Ищет. А через других ищет. Не просто так. А вот как мы тут с интернете познакомились. Какой-то там себя вызывает православным. Целые собирают там солмища. Его слушают сотни людей. Посмотрел ролик с ним, Игнать Тихонович. Он ничего не знает. Ничего. А он говорит, Игнать Тихонович. Ну а места писания-то какие-нибудь ты там, ну скажи. Да я ничего не запоминаю. Тем более эти слова, стихи там эти мне зачем нужны. Как зачем? А как? А о чем ты людям говоришь? Явно тщеславие. Прям от него прям прет. Игнать Тихонович уже потом говорили долго. Часа три потом говорит. Ну ладно, говорит. Все, отключайся. Говорит. Все, мы поговорили. В следующий раз, говорит. Прочтешь он. Что ему сказал прочитать? Блажан Филакта. А, Блажан Филакта. Вот это вот. Законспектируй. Законспектируй. Вот это Блажан Филакт, да. Это имя. Филакт. И когда прочтешь это, ну, законспектируешь для себя все. И тогда, говорит, выходи, будем уже с тобой. И он такой. А я не буду отключаться. А что ты не можешь отключаться? Ну а почему я должен отключаться? Игнать Тихонович. Ну ты же на меня вышел. Отключайся. Игнать Тихонович. Нет, нет. Что-то в этом есть. А вы не можете поподробнее рассказать, почему я должен первый отключиться? Я чувствую, что-то в этом есть. Вот если вы мне все это объясните, вот тут у нас диалог с вами завяжется. Представься, как действует. Кажется, уже падает, уже а-а-а-а, и все еще. А может ты мне что-то протянешь, какую-то соломинку? Может я еще ухвачусь? Кошмар. Потом вышел, правда, извинился, сказал, не знаю, что на меня нашло. Ну отключился, отключился. Ну вот, зашел к человеку, включился, в выходе отключился. Ну как бы. Соломинская гордость. Это гордость необыкновенная. Через число, естественно. Но Сергей Парвизон говорит, что он читает Болжен Афилаты. Этот парнишка читает все-таки? Да. Он пытался у него кинуть. Не, ну я не сказал, что он уже в ад пошел. Есть спасение. Мы зачем молимся тогда о всех? Наоборот, трудимся, чтобы все пришли к познанию истины. Как и Господь наш говорит. Итак, дальше. Счиславие. То есть объяснено. Это неистовство и бешенство, которым одержимы бывают даже люди добродетельные. То есть Счиславие может посетить любого верующего. Не только оно у неверующих людей. Мы только с поднятием руки. Я вижу, ты хоть и был тружеником в школе, но плохим. Тебя, наверное, это часто очень ставили на горох. Подожди, сейчас я дочитаю. Ты слушай вот сюда внимательно. Ты гляди. Ты слушай, что я читаю Златоуста. Ты до Златоуста никогда не доберешься пока еще. А это... Ты сам себя перебиваешь своими мыслями. Вот то, что ты там у Баптиста слушал, ты дополни мне. Я-то вот Слово Божие вот так впрямую читал. У них-то толкований никаких нет. Дух Святой им не открыл то, что открыл Златоусту. Ты попробуй на то, что там у тебя есть, вот это наложить. А лучше выкинь то, что там у тебя в голове. И вот то, что только у Златоуста возьми. И тогда тебе будет очень легко. Видишь, мне повезло. Я бредними сектантскими не бредил. Я сразу взял Златоуста. Я православный, то есть до мозга костей. Я сразу читал Златоуста. Поэтому, когда у меня встречаются сектанты со своими бредними, я сразу начинаю задавать им вопросы. И получается, что они передо мной как пацаны какие-то. Я говорю, ну зачем вы себя до этого доводите? Почему нельзя побеседовать-то сначала? Чего вы начинаете учить меня и так далее? Когда у нас учитель Златоуст, и я вам его цитирую. Я цитирую то, что прямо от Бога, в прямой речи, через апостола Павла. Это життя святых, говорят. Ученик заглянул, видит свет какой-то. Он подошел, смотрит с чем. Сидит Иоанн, Златоуст пишет. А рядом какой-то седой старец. А он потом говорит, ему это, отче, а как, говорит, он к вам зашел? Я говорю, не могу понять. Кто? Да седой, говорит, такой старец, который вам на ухо все шептал. А вы сидели, записывали. Он говорит, так никого не было. Ну как никого? Потом смотрит, икона апостола Павла. Да вот он же и был. Життя святых никуда не денешься. Вот так, напрямую. А апостол Павел, говорит, и я, наверное, имею Духа Божьего. У апостола Павла 14 посланий. Вот 14 посланий в Новом Завете. Ни у кого больше нет. И он был подсказчиком Иоанна Златоуста, которого мы сейчас читаем. Тебе ничего не надо говорить мне. Ничего. И я тебе не говорю ничего. Ты видишь, я сижу, долмочу вот это вот дело. Почему? Для чего? Ты думаешь, я это, плохо читаю, что ли, или что? Нормально читаю. Не для этого. Я хочу, чтобы еще больше запомнить эти места. И только их. Других не надо мне. И когда мне говорят, а что ты сидишь, что-то все читаешь, что-то цитируешь, стих такой, ты от себя скажи, вот что ты думаешь. Я говорю, так у меня других мыслей нету. Я думаю, как он. Ну и ты какой неинтересный. Ну и если я начинаю задавать им вопросы, интересным людям, они так говорят, а мне это надо. Мне эта история вот этой Америке нужна. А мне эта вот война вот эта вот нужна. А мне вот когда там кто образовался, это нужно. Они даже не знают, баптисты, от кого, или там другие взять, 50-ников особенно, от кого, кто, где откололся. Они даже не знают, что было сначала православие, а православных откололились католики. Потому что им слово православие произносить, это говорится как ножом по горлу. Они же считают, что православных вообще не было никогда. То они первые православные, ну правильно прославляющие были. Это мы все слышали тоже от них. Поэтому ты там у себя в голове пока покопайся, полочку найди какую-нибудь, откладывай эти слова, а потом будем смотреть. Время уже мало остается, надо добить этот вопрос. Так, слушай внимательно. Сначала Господь ничего не говорил об этой страсти, потому что излишне было бы, не убедив наперед исполнять должного, учить тому, как надо бы наисполнять и доходить до совершенства. Но когда он уже научил благочестию, тогда истребляет и эту язву, то есть болезнь, которая неприметным образом заражает его. То есть его, это человек отчиславного. Болезнь эта действительно не вдруг зарождается, но тогда, когда мы исполним уже много исповеленного нам. Итак, нужно было прежде насадить добродетель, а потом уничтожать страсть, повреждающую плод ее. Чем же начинает наш Спаситель свою беседу? Словом о посте, молитве и милостыне. Потому что тщеславие преимущественно присоединяется к этим добродетелям. Так, например, постом возгордился фарисей, когда говорил, я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть, там из всего Лука, 18 глава, 12 стих. И в самой молитве искал он суетной славы, творя ее на показ. Когда уже не было никого другого, то он, Господь, старался выказать себя перед мытарем. Ошибка в печати. Они тут сами запутались. Ребята, вон с маленькой буквы надо было. Я не такой, как прочие человеки, говорит фарисей. Или как этот мытарь. Это в 11 стихе, это в 18 Луке. Теперь посмотри, как начинает Спаситель слово свое. Он как будто хочет говорить о каком-то звере весьма хитром и страшном, который может внезапно схватить не совсем осторожного. Вынемлите, внушает он. Не творите в милостивные ваши перед человеками. Так и апостол Павел говорит филиппийцам. Блюдитесь от псов. То есть берегитесь псов. Берегитесь злых делателей. Филиппийцам, 3 глава, 2 стих. Зверь этот подходит тайно. И все доброе внутри нас, находящееся, тихо развивает. И нечувственно уносит. И так после того, как Христос предложил довольно пространное слово о милостыне, представил в пример и Бога, сияющего солнца свое на злых и благих, и всячески побуждая слушателей к этой добродетели. Убедил их к щедрому подаянию. Он исторгает, наконец, и все то, что может вредить этой доброй маслине. Потому и говорит, внемлите милостыню вашей, не творите ее перед человеками. Так как милостыня, о которой прежде было сказано, есть милостыня Божия. И сказано, не творите ее перед человеками. Прибавил дальше. Чтобы видели все. Последние слова, по-видимому, означают то же, что и первое. Но если кто-то тщательно рассмотрит, то увидит, что последние слова означают нечто другое. И заключают в себе великую предусмотрительность, неизвеченную попечительность и предохранение. В самом деле, и перед людьми, делающие добро, может делать не для того, чтобы его видели. Равно как и не делающие пред людьми, может делать с тем, чтобы его видели. Вот почему Бог наказывает или увенчивает не самое дело наше, но намерение. Понятно? Что-нибудь? Или ты так просто уже сказал? Понятно? Чтобы отмазаться? Нет, ничего. Понятно. Ну теперь представь, тут еще есть. Я просто не читаю этот цепь, чтобы ты не запутался вообще. Потому что он одно повторяет, одно и то же. Тебе повторяет, повторяет, вбивает. Коломб вбивает. И о ком он говорит? О людях, которые уже многое сделали добродетелям своей. Это не для тех, кто только пришел, еще ничего не знает, и он в двух раз что-то зачиславился. С чего? Еще ничего не сделано. А вот когда ты уже сделал, когда ты уже благовествуешь, уже через тебя люди обращаются ко Христу, и вот тут тщеславие начинает тебе подползать, как хитрый зверюга. И подползши, оно тебя не внезапно расторгает, а потихоньку начинает развеивать твои добродетели. И вот, как фарисей стоит, ты же не знаешь, что Боже, это очень важная притча. Как фарисей стоит, молится пред Богом, в храме, а начинает с того, что Господи, благодарю, что я не такой, не такой, как этот мытарь, стоит тут. А мытарь стоит на коленях, бьет себя в грудь и говорит, Боже, милости буди мне грешным. И опять, Боже, милости буди мне грешному, больше ничего не говорит. А тот, а я же и пощусь, два раза в неделю, и десятую часть со всего имения отдаю, да и с мятой анисой, и чего только там не отдаю. Вот какой я хороший. А на самом деле написано, и ушел оправданный тот домой, более нежели этот, написано, тот мытарь. Более нежели фарисей, который действительно в церкви, а тот, ну, мытарь, знаешь, такой мытарь? Сборщик кодотей, налоговик, у людей деньги отбирает. Последняя приходит там, через него, под его подпись, и забирает все, что есть в доме, выносит. Вот это вот, это и есть мытарство. Они вообще, ну, грешники из грешников, и вдруг он кается, этот человек. И тут надо было мытарю бы присоединить, этому фарисею-то, а фарисею-то, типа, нашим священникам, ему присоединиться надо было к его молитве-то. А он начал его осуждать, и причем через себя. Почему? Вот я хороший, и на его фоне я вообще как икона должен быть. Это и называется тщеславие. Да. Я хотел дополнить, как бы развивал вот это, о фарисеи и мытаре. Фарисей мог бы помолиться, например, что, Господи, благодарю Тебя, что Ты дал познать Тебя, дал познать Твои заповеди святые. Я их сейчас исполняю. Это два раза впащусь, даю десятину для Тебя, там, для священника, для ближних моих. Вот. Но вот стоит мытарь, Господи, он Тебя не знает, он не знает Твои святые заповеди. Ну, как бы, открой ему Духом Святым, чтобы он познал Тебя, познал Слово Твое святое. То есть, вот такой смысл. То есть, об его обращении бы помолился, и тогда бы у него не было вот этого, что описывается, что он менее был оправдан, чем это мытарь был. То есть, да, он был, если бы отнесся сострадательно, то есть, намерение, Господь тосует намерение, а он тут, наоборот, себя высказал. То есть, превознес. Ну, сам себя отчиславит. Да, отчиславит, да. А если бы он сострадательно к нему отнесся, о чем мы должны тоже так же относиться к любому человеку? Так нельзя говорить сам себя отчиславит. Это не по-русски. Не по-русски. Он сам себя превозносит. Че славия, это че, это суета. Суета, напрасность. Слово напрасное, понимаешь, напрасное. А теперь че славия, напрасная слава, напрасная, она никому не нужная. То есть, через нее никому не будет никакой пользы. И ты сам, во-первых, пойдешь через нее. И другому это ничего не принесешь. Наоборот, он увидит тебя, что ты тщеславишься и от тебя отойдет. Поэтому ты, как православный человек, для тебя, как говорится, для него, для каждого из нас. Господь, это лично наш Спаситель. Он к каждому из нас приходит, Иисус Христос. Он к тебе стучится в сердце. К нам вот постучался. Мы все твое кратно хрещеные. Видишь, все с бородами. Как священники. Только не стриженные бороды у нас. И не подрамнены ничего. Почему? Потому что Слово Божие это говорит. Ты читал это, Слово Божие? Нет? Нет, это я не читал. Но я тебе сейчас... Вообще людям нельзя бриться. Левит 19-27. Молодец. А почему ты это не принял? То есть, не бриться? Ну, так, то есть, конечно. Не работает, к сожалению. Да не волнует ничего. Не написано, что работа или не работает. Написано вот... Сейчас. 27-й стих. Если левит открыл. Левит открыл. 19-27. А, вот. Гляди, вот, читай. 27-й стих. Вот, 27-й. Что нам написано? 27-й. Не стригите головы вашей кругом, И не порти края бороды твоей. Кругом? Кругом, да. Не стригите головы вашей кругом, И не порти края бороды твоей. Кругом это вот так вот вы стригали, Чтобы вот здесь вот оставалось. Да, это такой... Гороший, но такой оставалось. Не-не, не лысину наоборот. Нет, я понял. А, да, вот так. Это поклонники, солнцепоклонники были. Солнце обозначало. Поэтому, почему евреи отращивают вот такие длинные, длинные, вот тут вот виски. Видал, вот такие вот прямо у них висят? Чтобы показать, что мы не выстригаем эти места. Кстати, не выстригаем. Ну, а бороды, само собой. Прочитал? Да. И там рядом еще, в двадцать первом главе, в пятом стихе, нет, там ты не прочитал. Нет, в двадцать первом. Левит, вот. Левит, ты... Запишись, Александр. Вот, двадцать первое, видишь? Помните. Двадцать первое, вот, пятый стих. Читай. Двадцать первое, так. Третий, четвертый. Пятый. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Вот это, а все, кто любит делать всякие наколки, татуировки, вот это, это вот как раз заповедь об этом. О женщинах, в второзаконе 22 глава, пятый стих написано, что мужчина не должен одеваться в женское платье, а женщина не должна носить мужскую одежду. Все, женщины все должны ходить в юбках. Поэтому, в следующий раз, если ты к нам придешь сюда, на занятия, чтобы не брился, если будешь бриться, смысла никакого нету, вхождение твоего. Можешь, можешь. Работая охранником, там в городе как-то не принято. Девятнадцать двадцать. Я что тебе могу сказать, это хорошо, что ты работаешь охранником, есть это такое дело, в райском саду как раз Господь поставил охранником Адама, но Адам был с бородой. Ничего мы здесь делать тут не можем, пописать. Поэтому ты давай как-то это. Да, кто-то тебе еще сказал, что тебе нельзя в городе. Трудись. Видите, меня могут уволить из-за этого, у меня работы и так нету, без этого, поэтому я, к сожалению, никак не могу я не бриться. Ну, может и не уволят, ты еще на эту тему не разговариваешь. Да нет, я разговаривал, я хотел бороду тоже отращивать, они говорят, ни в коем случае нельзя. Нельзя, и все. Ну, у нас, видите, какая остановка, ну, крайне. А какая зарплата? Да сейчас и так зарплата, да, она вообще мизерная у меня зарплата, только с тысяч. За шесть тысяч еще и нельзя не бриться. Нельзя. Да за шесть тысяч можно сторожем найти, мне кажется, и хоть ты там какой-то дикагор. Нет, ну я сейчас, видите, я на лицензию сдал, так что мне сейчас могут на другой объект перенести, там я буду... И еще и пистолет кем. А, у тебя еще пистолет? Ну, пистолет я не буду брать. Пистолет, я с пистолетом не буду. А зачем тебе тогда лицензия, лукавство такое? Главное, рассказывай. Есть шестой разряды, там вообще пистолет не разрешено, а есть шестой, я пойду на такой объект, где пистолеты не выдают, понимаете? Есть объекты, где пистолет удалят, а есть, где не выдают. А что тебя на охрану потянуло? Ну, у меня просто другая, это, не было другого, как кроме охранника. А водителя у тебя нет? У меня водительский практик нет. Да. Нет, ну я бы еще мог на стройке легко работать. Но он с бородой, Паша Анатолий, хочет делать. На стройке вам? Да, да легко, но разнорабочим. Потом бы со временем осваивался и учился чему-нибудь. У нас многие так прошли. Брат, хочу дополнить немножко. Вот брат почти в начале занятия сказал стих Писания, Господь говорит, отвергнуть себя. Это первая ступень, которую должен человек сделать. Отвергнуть свое я. А вот, например, в законе Божьем, что сказать? Не строги, края бороды твоей. То есть вообще не прикасайся. Бритва там, или чем там, электрическая электротребитва. Вот, Господь говорит, не строги. Первое, что он говорит, говорит, отвергнуть себя. То есть все, что вот это человеческое, там, меня не на работе, там, запрещает. Там мне не положено. Ты должен первое поставить, что от тебя требует Бог. Ты согласен? Мы же к чему спринемся? К спасению. К вечной жизни. К Царству Небесному. А как мы туда попадем? Исполняя заповеди Господа. Без отмена, как ты не спасешься. Господь говорит, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Слово это полностью, не только Новый Завет, это и Ветский Завет включает. Только кроме тех в Западе, которые Господь говорит, а я говорю вам. То есть в Ветхом, например, было любить ближнего твоего и ненавидеть врага твоего. А Господь говорит, а я говорю вам, любить врагов ваших, кто вы недавно прочитали. То есть Господь говорит, а я противоположный. Раньше разрешалось вроде врага убивать в Ветхом Завете, а в Новом Завете Господь уже запрет поставил полный. И вот это, не строги края бороды, это не отменено. Это образ Божий. Мы, именно, будучи мужчинами, Господь нас такими сотворил. Женщину сотворил безбородную. Если даже что-то есть, это уже не согласно. То есть здесь четко ты должен молиться. Именно все начинается с молитвы. Перед Отцом Небесным. И сказать, Господи, помоги мне отвергнуть свое я. Вот эту первую ступень пройти. Чтобы я полностью встал, вот как я, например, был в 2005 году, я осознанно встал на колени перед Богом. И стал молиться и просить прощения за все свои 26 лет прожитые во грехе. Господи, я так и молился, Господи, сделал меня настоящим христианином. Я понимал, что я своим человеческим усилием никогда ничего не смогу исполнить. За бороду у меня тоже было. У меня вообще борода была маленькая, сперва росла. И мне все время даже за это упрекали. Вот твоих братьев-то, смотри, какие бороды. А у тебя-то что такое, что ты? Или там посредись ты, значит, я там девушке, смотри. Побрейся. Побрейся, да, что ли. На тебя же девушки не буду смотреть. И я, если вот так бы меня на работу поставили, я поставил себе условия, что устраиваясь на работу, во-первых, я не должен в воскресенье работать. Это одно из первых условий у меня было, что при воскресенье я был в храме. Потом, если вот это касалось бы бороды, там, например, в охранники я пошел, и вы сказали, бороду нельзя отращивать. Я бы даже не стал туда устраиваться. Видишь, как конкретно? Слушай, а Господь говорит, отвергни себя, свое я должен растоптать свое. Все. Господи, ну, я же хочу работать, я же хочу хорошо деньги зарабатывать, а Господь говорит, отвергни себя. Ну, вот недавно приводили пример нашей сестры во Христе, с Казахстана. Валентина есть такая сестра, пожилая уже тоже женщина. Она работала в банке. И когда уверовала во Христа, приехала к нам в хрещение, привела у нас в потерявке и обратно уехала. И в банке, и пришла в платочки, оделась в платочек, в банк пришла. И ей сказали, у нас это не положено, вы должны снять. Она говорит, типа, я, как, я не знаю, как она объяснила, но именно, что я не буду снимать, потому что вроде как это Господь хочет этого, чтобы. Потому что женщина должна быть покрытой головой носить, именно, чтобы молиться перед Христом. Апостол говорит, непрестанно молиться, то есть, женщина должна быть именно в голубом буре всегда ходить. Именно в платочке, вот как у нас православный. И она пошла на то, что все, она уволилась в банке. И пошла в детский садик, устроилась. Там меньше зарплата, но зато она исполнила заповедь Господнюю. То есть, вот так вот ты должен сам себя четко, строго подойти к этому. Как говорится, по-ремейски. Ой, Господи, помоги. Тут другого в упор нету, для сколько это ответь для себя. Ну, я не знаю, желание будет горячее, приходи, занимайся. Тут немного нам уже осталось. Еще месяц у нас занятия будут. Да, потом у нас уже. Потом мы не будем. Да, я с удовольствием буду посещать. С удовольствием. Может быть, тебе это поможет потом обратить. Да, дай Бог, чтобы помогло, дай Бог. Если там, ты ходишь к этим, в Никольскую туда. Если там есть те, кто действительно желает серьезно заняться исследованием, Слово Божие. Да, я скажу об этом. Скажи, ну, только созвонись сразу, скажи, сколько человек там. Ну, премиум, тоже побеседуем так же. Если надо, можно какую-то. А вы потом в Потеряевку себе уедете, да? Да. Почему к себе? Ну, я так понял, что вы там живете? Нет. Я здесь живу. Мне тут нравится. Это мой дом. По Теряевку я поеду, как воспитатель в детском садике. В детском православном лагере. В детском садике. Там в визитке увидишь все. У нас и лагер все снято. А там можно же в Потеряевку приезжать там? Это все потом. Главное начни с занятий, да. Потому что мы же так разнакомимся с людьми. Если ты будешь бритый, однозначно. Ну, вряд ли на помешку потеряем. Это я тебе сразу говорю. Хотелось бы, чтобы все точки на две расставить. У нас бритые, курящие, пьющие. Ну, практически не попасть. Ну, материться ты можешь. Нет, я не матерюсь. Сколько-то не материться. Ну, я так. Я вообще говорю не о тебе. Ну, а вот самое сложное, это, конечно, бритым. Ну, у нас там и были корреспонденты приезжали. И так далее. Ну, даже у нас тут Волобуев корреспондент. Он в газетах здесь. Во всех. В Алтайском правде. Честное слово. И так далее. Все эти большие газеты. И то, бородку отпустил в конечном итоге с бородкой. Тоже был бритый. Его всегда, как приедет, его всегда за это. И даже похудел еще добавок ко всему. Тоже такое пузо всегда было. Долго разговаривались. Так. Поем. Песнопение. Ты поешь? А садись рядом. Если хочешь. С баптистами пьем, да? Давай шестое. О, Божьих слов. Не пропускай. Надежда Васильевна. О, Божьих слов не пропускай. Не закрывай, не закрывая светоглаз. И сердца не ожесточай. О, Будь спасен. О, Будь спасен. Приди сейчас. День завтра может не блеснуть. И солнце не осветит нас. Теперь пора, о, мудрым будь, о, будь спасен, приди сейчас. Не может мир нас наградить, в нем нет отрат, он я для нас. Начни по-кристиански жить, о, будь спасен, приди сейчас. День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о, мудрым будь, о, будь спасен, приди сейчас. Господь не хочет тех изгнать, кто с ним ступил в общенье раз. Он хочет в них свой труд начать, о, будь спасен, приди сейчас. День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о, мудрым будь, о, будь спасен, приди сейчас. Я что-то подумал, о чем мы все баптистские поем. Вот когда пришел человек, сейчас что-то у меня мысль. О чем мы наши православные-то не поем? Да. У меня стихи есть, и на тип, что надо будет еще взять и петь. Наши православные тоже перемешивать. Я думаю, это будет, потому что не хватает вот этого вот. Вперед, 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 небо нас ждет, когда исполним все. Аминь. Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к духовно голодным пойдем. Им расскажем о силе распятья, весь благую к сердцам понесем. Что ждет блудного сына, Отец, что Христос непрестанно скучится в двери ваших закрытых сердец. Ты взоры к небу подними, и двери сердца отвори. И пол не смерти нет, за все давать ответ. Вперед, 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 небо нас ждет, когда исполним все. Благодаря с вами, Господь, брат, молись. Господи, благодарим Тебя за сей день благодатный, за то, что позволил и в этот день собраться нам за этим столом, прикоснуться к божественным словам Твоим. Благодарим Тебя за чудное толкование, которое Ты сохранил до сих лет, что мы можем пользоваться этим толкованием, понимать его, Господи. Все, что непонятно нам, Духом Твоим, святым, развесить эти непонимания. Сердца наполни нашей любовью к ближним своим, Господи. Дай нам Духа истинный, молитвия, Господи. Чтобы мы только не по букве закона исполняли божественные Твои заповеди, но в истине, в Духе истинный, Господи. Ты заповедовал нам любить ближних. Господи, пошли на нашем пути людей, жаждущих слышать слова Твои, Господи. Как вот у этого человека Ты послал, благодарим Тебя за Него, Господи. Чтобы через нас Он наполнился Духом Святым, как и нас когда-то Ты наполнил своим Духом, Господи, привел нас к истинному крещению. Дал нам рождение свыше, благодарим Тебя, этого брата, благослови, Господи. Дай ему отвергнуться своего Я. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Борода есть, благослови, 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 благослови.